Всем привет! Это новинки недели в питомнике растений Каплант, и мы подготовили для вас 4 самых необычных растения для вашего участка. А что это за растения, смотрите в этом выпуске. И первое самое необычное красивое растение для вашего участка – вяз Кампердауни. Этот красавчик достоин вашего внимания уж точно. Посмотрите, какая у него плакучая форма кроны. Называют вяз шершавый. А почему шершавый? Потому что если вы прикоснетесь к листочкам, они действительно имеют такую шероховатую поверхность. Происхождение сорта не менее интересно, чем само растение. Примерно в 1835-1840 годах этот необычный саженец вяза был обнаружен в Кампердаунхаусе в Шотландии. Деревце привлекло внимание настолько, что было бережно выкопано и пересажено в хозяйский сад. Если верить продолжению истории, именно с этого саженца в дальнейшем были срезаны и привиты черенки на другие вязы. Таким образом, сорт и получил распространение. Он может успешно выступить в роли солитера, особенно для небольших пространств. Потому что, посмотрите, вся изюминка заключается в необычной форме кроны. И плюс у него ствол такой голый, то есть штамбовое растение, которое будет выглядеть очень красиво на участке. Если посадите его в группу, то среди других растений он будет выгодно выделяться и служить такой доминантой среди всех растений. На детской площадке вязы, посаженные в определенном порядке, создадут целый зеленый шатер, который станет укрытием для игр. В скверах, парках или придомовых территориях вяз станет прекрасным вариантом для отдыха. Можно поставить под него скамеечку и наслаждаться отдыхом в тени его кроны. Выглядит он и правда очень необычно и экзотически. И поэтому многие думают, что данный сорт очень прихотливый. Но это совершенно не так. Главное его правильно посадить. Солнечное место, увлажненные плодородные почвы. А из особых мероприятий вам достаточно его просто обрезать, корректировать крону и длину ветвей. Этот необычный сказочный экземпляр вы можете приобрести в нашем питомнике, как вы уже поняли. Да, для вас может показаться, что данное дерево очень большое и сложное в уходе и в посадке. Но хочу вас уверить, что если вы боитесь самостоятельно сажать вот такие большие деревья, то мы можем вам помочь. У нас есть в питомнике такая услуга, как профессиональная посадка и уход за вашим садом. Поэтому можете обратиться к нам и мы вам посадим вот такой шикарный экземпляр на вашем участке. Следующее дерево, про которое я хочу вам рассказать, было отмечено всевозможными наградами за счет необычного цвета листвы. И это дерево Ива Хакура Нишики. Особый шарм ему придают пятнистые листья бело-розового цвета. Посадите ее вблизи водоема, потому что у Ивы Хакура Нишики разветвленная корневая система, которая будет как раз таки укреплять берег. Плюс, как мы все знаем, что Ивы очень любят воду. Конечно, если у вас на участке водоема нет, я думаю, что не у всех на участке есть водоемы, то ее можно красиво посадить в группе с другими растениями, либо же прям сделать аллею из данного вида и сорта лип. И это будет просто потрясающим вариантом оформления входной группы. Пестролистный сорт данной Ивы не боится заморозков, очень быстро растет и способен переносить понижение температуры до минус 30 градусов. В Московской области беспроблемно сажайте и не бойтесь, что с ней что-то случится. Вообще, Ива Хакура Нишики, она бывает разных форм, то есть в форме кустарника и обычно вырастает около 3 метров в высоту. Но сейчас я вам показывала Иву на штамбе, и как раз таки штамбовые растения данного вида еще более необычны. Штамб вообще сам по себе, он расти высоко не будет, то есть вот как сейчас она есть такой высоты, примерно такой высоты и она и останется. То есть будет расти ее шапка, вы ее можете также стричь, придавать самые разные формы. Она прекрасно поддается стрижке, но обычно из нее стригут вот такую вот форму шарика. И чем больше вы ее будете стричь, тем будет лучше, потому что с каждой стрижкой она будет более набитая, более красивая и оформленная. Поэтому шикарный вариант для посадки на вашем участке. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам данная Ива, и может быть у кого-то уже есть на участке такой сорт. Поделитесь тогда уходом за ней, нам будет очень интересно. И будет интересно не только нам, но и нашим зрителям, потому что, как я уже говорила, наш канал создан для начинающих садоводов. Мы здесь стараемся рассказывать вам про тонкости ухода, посадки за различными растениями, чтобы уход за вашим садом и участком стал не работой, а отдыхом. Пока мы в поисках третьей новинки, о которой я хочу рассказать, но не могу не заметить эти прекрасные туи, yellow ribbon и тисы. Тоже прекрасно себя чувствуют на участке, очень неприхотливые, быстро растущие, достаточно декоративные. Особенно вот yellow ribbon, посмотрите, у нее такая золотистая хвоя. Не каждый, конечно, любит золотистые оттенки, но кто-то, наоборот, любит такие высаживать, потому что они действительно привлекают внимание. Третья новинка, это ель-глаука-глобоза. Различают вообще два вида ели-глауки. Это стандартная и карликовая. И вот данный сорт ели-глауки-глобоза, он карликовый. Вы только посмотрите, как он красив и декоративен, особенно, когда у него появляются молодые приросты. Они такие очень нежные, приятные на ощупь, а потом, естественно, колючки становятся более жесткими, и ель как бы обретает такую более подушковидную, плотную форму кроны. Карликовую разновидность вывели селекционным способом в Голландии. В 1937 году. За особенность окраса и формы кроны ель назвали глаука-глобоза, то есть сизая, шаровидная. Ель устойчива к неблагоприятным условиям, не боится заморозков и загазованности воздуха. Данный сорт очень неприхотливый. Вы можете его посадить как в тени, так и на солнечном месте. Единственное, на что вам нужно обратить внимание, это на соседство с другими растениями. Ель не уживется с пихтой, осиной, каштаном, розой и шиповником. Отличными соседями будут голубика, жимолость и рододендрон. Ну что, вы готовы к последней, четвертой новинке, которую я вам сейчас покажу? Это тоже хвойная. Можете пока что мы к ней идем написать предположения в комментариях, что же я вам покажу. А сейчас загадка от меня. Это хвойное растение, которое можно использовать в пищу, имеет приятный запах и появляются на нем такие небольшие ягодки. Что это? Предполагайте, а мы пока к нему идем. Среди огромного многообразия сортов можжевельника особой популярностью пользуется сорт Skyrocket за счет своей необычной формы кроны и цвета хвои. В переводе название культуры означает как стремящийся вверх. Но действительно похоже. Можжевельник Skyrocket похож действительно на ракету, потому что у него вертикально устремлены побеги вверх и смотрится он крайне декоративно, независимо от того, как вы его посадите. Можно сделать полноценную живую изгородь из можжевельников, потому что они прекрасно поддаются стрижке и еще больше будут радовать вас своей формой и объемом вообще массы, которая будет нарастать. С каждой новой стрижкой. Можжевельник востребован не только за счет декоративной привлекательности, но и своими плодами, как я вам уже сказала, которые нашли применение в народной медицине и кулинарии. Из них готовят разные соусы к мясным блюдам, а также делают различные компоты и соленья. Кстати, поделитесь в комментариях, пробовали ли что-то подобное из можжевельника. В год примерно прибавляют 15-20 сантиметров в длину, что выделяет его среди остальных представителей своего рода. Это достаточно высокорослый можжевельник, высоту достигает около 7 метров, а диаметр кроны 80-100 сантиметров. Данный сорт неприхотлив к составу почв и морозоустойчив, поэтому для посадки в Московской и Ленинградской областях будет идеально подходить. Если вы хотите еще посмотреть на другие растения в нашем питомнике, то вы можете скачать каталоги растений Москвы и Питера. У нас более 10 тысяч видов растений, а в каталогах еще есть скидки до 70%, поэтому качайте и выбирайте себе кустарники и все любые деревья на участок. Я каждый раз стараюсь выбрать для вас 4 самых необычных растения, которые пришли к нам в питомник, но сложно на этом остановиться, потому что большой ассортимент. Поделитесь в комментариях, какое из 4 растений вам понравилось больше всего и какое вы бы высадили на свой участок. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на нас, смотрите новые выпуски, а я с вами прощаюсь, пока-пока! Конкурс! Мы разыгрываем 500 тысяч рублей от питомника на то, чтобы облагородить ваш сад. А что нужно делать? Нужно сейчас просто помечтать. Помечтать о том, какие растения вы бы хотели высадить на своем участке и рассказать нам об этом. О трех растениях, которые вы хотели высадить, но по каким-то причинам не могли. Может быть, не позволяли средства. Может быть, не было времени доехать до питомника и выбрать себе растения. А может быть, вы даже не знали, что посадить, у вас еще совсем голый участок и ничего нет. И вы только-только думаете, так, а что бы я посадил на своем участке? То есть, Экоплан дарит 10 счастливчикам 50 тысяч рублей на то, чтобы облагородить ваш сад. Каждому человеку по 50 тысяч рублей. Все условия конкурса будут в описании под этим видео. Но я сейчас их проговорю, потому что они очень простые. Первое – это подписка на наш канал. Ну, еще и лайк поставьте этому видео. Второе – это написать три растения, которые вы хотите видеть на своем участке и объяснить свой выбор. Желательно это сделать красиво. И мы выберем с нашей команды экспертов, а также, возможно, привлечем блогеров и звезд, для того, чтобы они помогли нам сделать выбор тех самых 10 счастливчиков, которые получат сертификаты на 50 тысяч рублей на облагораживание своего участка. И вам останется дождаться 20 июня, когда мы объявим о результатах конкурса. Я так хочу себе ель, хочу голубую, хочу себе две. Я так хочу себе тую по периметру посадить во дворе. Я знаю, где все это взять, чтобы с доставкой, чтобы с посадкой. Хочешь хоть вишневый сад, хочешь ландшафт с бонзаем и травкой. Скидки больше 90 до процентов, да все просто. 10 тысяч видов растений, все доставят, посадят за день. Вам на Киев Дима тоже подтверждает, они звезды. Мы вообще всем сажают, всем сажают, всем сажают. Все в экоплан за новым урожаем.